Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Одно перекрыло проспект, другое рухнуло на велосипедистку. Из-за ветра в Барнауле упали несколько деревьев. Есть погибшие. Безхозность директора или безответственность комитета по образованию. В Шипуновском районе школьники ездят на учебу за 13 километров от дома. Тихое место или иначе природный парк с зонами для детского отдыха и спорта. В краевой столице представили эскизный проект по благоустройству парка Ленина. Начнем выпуск с чрезвычайных происшествий. Сегодня в Барнауле из-за сильного ветра на проезжую часть рухнули сразу несколько деревьев. В одном случае не обошлось без жертв. В центре города дерево упало на дорогу напротив одного из крупнейших вузов края. Водителям пришлось разворачиваться до тех пор, пока препятствия не убрали специалисты горзеленхоза. Еще один случай произошел у поворота на поселок Черницк. Есть погибшие. Тополь упал на женщину, которая ехала на велосипеде. В итоге пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Сейчас по данному факту прокуратура и следственные органы проводят проверку. Организована доследственная проверка. Следователи следственного комитета проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы. В ходе проверки будут останавливаться все обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые привели к трагедии. А также будет дана правая оценка действиям лиц, ответственным за своевременное выявление и уборку насаждений, представляющих угрозу для граждан. Отметим, в связи с сильными порывами ветра краевой МЧС информирует, что при такой погоде лучше находиться дома и закрыть окна. Если же вы на улице, нельзя укрываться под деревьями и около стен домов. Безопаснее укрыться внутри здания. Добавим в случае ЧП. Звоните на единый номер телефона доверия, который вы видите на своих экранах. Сегодня учеников одной из барнаульских школ экстренно эвакуировали. Причина – сообщение о минировании. По информации правоохранителей, днем на электронную почту школы пришло письмо с текстом угрожающего характера. После чего всех людей вывели за пределы образовательного учреждения. Инцидент произошел в гимназии номер 79. Некоторые очевидцы утверждают, днем также якобы произошло два довольно громких хлопка. Однако эту информацию правоохранители не подтвердили. Проверка здания школы кинологами и полиции также показала, что в учреждении все безопасно. Ученики и педагоги вернулись в классы. Осталось найти анонимного отправителя сообщения. А в Шипуновском районе вокруг одной из сельских школ вот уже как полгода кипят настоящие страсти. Конфликт разгорелся после того, как в марте этого года в образовательном учреждении обвалился потолок. Руководство районного комитета по образованию тогда обвинило в бесхозности директора пострадавшей школы. Но с этим в корне не согласны родители. Они считают и продолжают настаивать на том, что бездействует как раз таки комитет по образованию и администрация района. По решению суда они должны были отремонтировать школу до 8 мая. Но дети и сегодня продолжают ездить на учебу за 13 километров от дома. Тему продолжит Юлия Щепина. Мы, родители учеников и коллектив работников Быковской школы села Быково Шипуновского района Алтайского края стали заложниками бездействия администрации Шипуновского района. Это видеообращение было записано еще в марте 2023-го. Тогда точка кипения наступила после обрушения потолка в Быковской средней школе. Капитального ремонта родители добиваются с 2015-го года. После инцидента школу закрыли на неопределенный срок. Сейчас 80 детей учатся в Шипуновской школе номер 2 за 13 километров от села Быково. Организован подвоз, но дети приезжают за час до начала уроков, подчеркивают родители. А обратного рейса могут прождать и больше двух. График уроков доп. образования сбился. Классы, которые должны были учиться в первую смену, учатся во вторую. Изначально родители просили организовать обучение детей в здании конторы Быковского СПК, находящегося в село Быково. На что получили отказ со стороны комитета по образованию. Председатель комитета по образованию на общем родительском собрании заявил, что после выставлено нами видеообращение о состоянии нашей школы. Помощи и поддержки от нее не ждать. Любые жалобы, поданные нам в госорганы, будут отвечаться внеплановыми проверками школы и дисциплинарными взысканиями от директора Быковской СОЧ. Родители говорят, председатель комитета по образованию района обвинила директора школы в бесхозности. Неоднократные жалобы с просьбами о помощи люди подали во множество инстанций. Краевое министерство образования, губернатору края, президенту, депутату Госдумы по округу. Правда, Краевой Минобор в ходе внеплановой проверки установил, права обучающихся не нарушены. И отметил, Быковскую школу планируют капитально отремонтировать. Правительством Алтайского края 26 июня 2023 года направлена бюджетная заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на включение объекта в федеральную программу модернизации школьных систем образования на 2024 год. В настоящее время ожидается принятие соответствующего решения Министерством просвещения Российской Федерации. Результаты о рассмотрении заявки будут известны в конце текущего года. К слову, обещанные внеплановые проверки оказались не пустой угрозой, подчеркивают родители. Это стало причиной увольнения двух учителей, говорят люди. Председатель комитета по образованию позволяет себе морально унижать директора филиала, при родителях и коллективе учителей, говоря о том, что ей надо уйти в должности, уступив место другому. Директору были прислоены два дисциплинарных взыскания. Незаконно готовится очередное взыскание. Между тем, председатель СПК Быковский предоставил помещение и согласился оплатить все затраты, связанные с обучением и содержанием здания на момент ремонта школы. Они и родители вложили собственные средства и отремонтировали здание к учебному году. Но учиться в нем не разрешили. Администрация района готова принять здание конторы СПК Быковский в безвозмездное пользование для организации образовательного процесса. В случае приведения здания в соответствии с требованиями санитарных правил, санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности за счет собственника помещения. Кстати, в помещении за свои средства установили пожарную лестницу и тревожную кнопку. Родители обеспокоены положением дел в сфере образования в их районе. Хотим отметить тот факт, что в Шипуновском районе мы не единственные. Горьковская СОЖ под угрозой закрытия. Белоглазовская СОЖ – рушится спортзал. Углаповская СОЖ – стройка замороженная. Дети обучаются на строительном объекте. Список очень большой. Поэтому мы предлагаем и считаем необходимым обратить внимание на качестве работы комитета по образованию Шипуновского района. Самое печальное, что в сложившейся ситуации прежде всего страдают дети, подчеркивают родители и учителя. Помогите нам! Юлия Щепина, День с толком. И еще одна новость образовательной сферы. Учителя Алтайского края получают один из самых низких окладов в стране. Его размер 6903 рубля. Такая сумма обеспечила нам седьмое место в антирейтинге, который составил профсоюз учителей России. Авторы собирали данные, исходя из приказов, в открытом доступе по учителям, которые имеют высшее образование, но не имеют стажей и категории. В рейтинге есть цифры, которые не менялись с 2016 года. На первой строчке списка расположился Приморский край. Там размер оклада учителей больше 21 тысячи рублей. Всего же в России 75 регионов, где оклады учителей ниже МРОД, которые вводят на следующий год. Отметим, в семи субъектах, среди которых Москва и Санкт-Петербург, действует своя модель оплаты, либо индивидуальный оклад. Эскизный проект по благоустройству парка Ленина обсудили в мэрии Барнаула. Предварительно решено, что зеленая территория в индустриальном районе станет природным парком с зонами для детского отдыха и спорта. Преображение начнется в следующем году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Какие идеи прозвучали на совещании главы города от местных архитекторов и директора зоопарка и что легло в основу концепции? Расскажем далее. Парк Ленина – будущий природный парк. В этом вопросе видение властей и общественников территории совпало. И это подчеркнули в мэрии, где прошло обсуждение проекта благоустройства зеленой зоны. В текущем году жители выбрали парк индустриального района для масштабного преображения по нацпроекту «Жилье и городская среда», отдав за него больше 11 тысяч голосов. В июле барнаульцев спросили, каким они хотели бы видеть парк. По желанию рядовых горожан с отнесли с мнением специалистов и представили экспертному сообществу предложение по благоустройству. Пришла идея такая, чтобы мы его концептуально соединили с зоопарком, какими-то приемами художественными, композиционными. Это, безусловно, сделано в первую очередь. А в целом, в целом, то есть этот парк, он больше природный. Конечно, там хочется видеть многообразие каких-то растительных зон. Я говорил, хвойные, смешанные, лиственные. Специалисты озвучили, что хотели бы видеть в парке большое прогулочное кольцо и тропы, которые будут отличаться в зависимости от вида деревьев – сосен, яблонь или берез. Парк планируют разделить на несколько зон для прогулок, спорта с велобеговой дорожкой летом и лыжней зимой и культурно-просветительских мероприятий. Зона для них включает места для настольных игр и букросинга, амфитеатр в природном рельефе и место для каворкинга. На территорию установят малоархитектурные формы, беседки, скамейки, качели, туалетный модуль. Благоустройство разделят на три этапа. Во время первого будут формировать сеть дорожек и площадки для досуга и отдыха жителей. Установят освещение. Начнутся работы в следующем году. Будущий парк должен быть удобен и комфортен для каждого барнаульца. И это учитывают при разработке концепции, отметил глава города Вячеслав Франк. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган. День с толком. К российскому движению детей и молодежи «Движение первых» присоединился один из вузов края. На базе образовательного учреждения открылось первое отделение «Движение». С этого момента активные студенты академии наравне с ребятами из других вузов, колледжей и школ будут помогать детям и молодежи развивать свои таланты, реализовывать творческие и научные проекты. Ключевая задача, которая стоит перед движением для высших учебных заведений – это новые форматы профориентации. Это возможно, как можно раньше заинтересовать школьника историей обучения системы высшего образования, понимание, какую профессию ты хочешь выбрать, куда ты пойдешь работать в последующем. После торжественной части все желающие посетили познавательные мастер-классы, во время которых преподаватели познакомили их с направлениями обучения алтайского филиала Российской академии народного хозяйства. Ребята смогли развить навыки фотосъемки, попробовали себя в роли операторов, поработали над продвижением алтайских продуктов на всероссийском рынке, почувствовали себя мэром, научились считать финалоги, узнали о профессии будущего мультивалютном переводчики. Бийск строит планы на 2025 год по благоустройству. Площадь общественных пространств в городе может увеличиться на 2000 квадратных метров, а молодежь получит уникальный объект для отдыха и физического развития. Подробности далее. В Бийске обсуждают благоустройство города. Накануне этот вопрос власти разбирали совместно с депутатом Государственной думы Александром Прокопьевым и молодежным активом. В Наукограде намерены создать пространство для любителей активного отдыха. Это не прогулочная зона, не привычная площадка с тренажерами, а место для экстремального спорта. Так, в Бийске почти 25 тысяч школьников и столько же молодежи от 18 до 30 лет. Практически у каждого из них есть велосипед, скейт, самокат или ролики. Но пока в городе есть маленькая площадка для начинающих. К слову, и на ней даже сейчас в октябре много детей и подростков до самого вечера. Развиваются много мышцы, руки, ноги. Довольно полезно для здоровья, как минимум выйти, подышать на свежем воздухе. Спустя год я научился делать очень хорошие трюки. Вип, барспин, прыжки разные. Радует то, что когда ты ставишь новый трюк, ты получаешь такие эмоции, которые почти никогда нигде не получишь. В крупных городах для любителей трюков сейчас строят скейт-парки. Он есть в Кемерово, в Иркутске строится. В Бийске, где 26 школ, 11 СУЗов и 2 ВУЗа, тоже нужны такие площадки. В городе даже есть клуб, где дети круглый год отрабатывают навыки на скейтах, самокатах и велосипедах. Прыжки – один из базовых элементов скейтбординга. Данил Шишкин встал на скейт 7 лет назад и сейчас уже тренирует детей. Все это сообщество зарождалось на моей памяти в далеком 2014-м. До сих пор есть райдеры, которые катаются в Бийске с 2014 года. Благодаря этой школе мы больше людей присылаем к этой экстремальной культуре. Для строительства скейт-парка в Бийске нашли подходящую площадку – заросший пустырь рядом со сквером в Нагорой части. Объединение двух территорий подарит горожанам возможность и для активного, и для спокойного отдыха. Вначале мы оформляем земельный участок, мы его оформили. Далее мы вносим, актуализируем постановление по муниципальной программе «Современная комфортная городская среда», где были теперь в перечне этот земельный участок, это общественная территория. Далее мы должны совместно поработать над концепцией и дизайн-проектом этого скейт-парка, а уже после, в последующем, выставить на голосование. Молодежные объединения готовы обсуждать строительство скейт-парка в соцсетях, чтобы аргументов в его пользу стало больше. Я сама спортсмен и пропаганда здорового образа жизни – это класс. Скейт-парк в Бийске может стать площадкой для общения и социализации молодежи, объединенной общими интересами и ценностями. Скейт-парк станет достойным продолжением уже существующего сквера, позволит реализовать самые разные сценарии активного отдыха. И если бичане проголосуют за этот проект, я его, безусловно, поддержу. В 2024 году проект скейт-парка выставят на голосование жителей в рамках программы «Комфортной городской среды». Если его поддержат, в 2025 году в Бийске появится площадка, отвечающая требованиям межрегиональных чемпионатов и фестивалей уличной культуры. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Первые в Сибири. Хоккейный клуб «Скиф» и уверенно прошел первый этап розыгрыша Сибирского Кубка Федерации среди детей 2013 года рождения. Алтайские ребята заняли первое место в группе и теперь усердно готовятся к следующему этапу. О том, легко ли дались 46 шайб за 4 игры и о тренировочном процессе, расскажем далее. Давай, Игорюш! Кто же мы лучший? Я сам лучший! Кто же мы лучший? Ты сам лучший! Кто же не всем? Яс и не всем! Кадры из Томска. Там проходил первый этап Кубка Федерации Сибирского федерального округа. «Скифы» из поселка Новый Зорий Павловского района встречались с клубами из Барнаула, Новокузнецка, Томска и Омска. Парни уверенно отыграли все 4 игры в группе. Доказательство тому статистика – 46 заброшенных шайб и всего 3 пропущенных. От такой игры истинное наслаждение получают и болельщики, и сами игроки. Освещение, ну, очень такой кайф, что с большим счетом разрываем. После того, как «Скифы» обыграли клуб «Барнаул» 14-0, Новокузнецкий «Металлург» 12-1, Томский «Буревестник» 15-0 и Омский «Авангард» 5-2, ребята начали усиленно тренироваться и готовиться к следующим играм. Юные хоккеисты ежедневно по несколько часов проводят в «Скиф-арене». Почти всю неделю тренируемся, только понедельник отдыхаем. Я пришел в 8, оделся, пошел на бросковую, потом с бросковой пошел на сухую и сухой на лед. Ага, что делали на сухой тренировке? Фитнес, на ноги работали. Итого около 4 часов каждый день на такой жесткий график тренировок клуб пошел осознанно. В планах еще лучше показать себя на втором этапе сибирского турнира, где в сильнейшей группе сыграют как раз-таки «Скифы», а также «Сибирь» из столицы округа, Новокузнецкий «Металлург», «Красноярский «Сокол», «Ангарский Ермак» и «Барнаульская команда «Алтай». Однако администрация «Скифов» уже ведет переговоры с топ-клубами о проведении игр, которые пройдут уже после завершения сибирского турнира. Сейчас мы ведем переговоры для 2014 года. Это ЦСКА, Крылья Советы, Локомотив и Динамо. Это московские команды, которые в ближайшее время мы будем с ними встречаться. Матчи второго этапа Кубка Федерации Сибирского федерального округа пройдут с 30 октября по 3 ноября. Принимающие города еще не определены, но «Скифы» уже рвутся в бой. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...